Девушки отдыхают Я долго не решалась прочесть это таксисту, но когда прочла, он кивнул и уверенно доставил меня к гостинице за 10 минут. Добро пожаловать в Коста-Рику! Это «Жизнь других». Девушки отдыхают Где конкретно находится Коста-Рика, кто здесь живет и что в жизни местных людей такого экзотического, не скажет никто. Почти никто. А я скажу. Только вначале сама узнаю. Многие наши люди даже думают, что это остров. Но нет. Коста-Рика – это небольшое государство, которое расположилось на континенте Северная Америка. Если говорить очень примерно, то это где-то между Мексикой и Панамой. Если бы я здесь родилась, то могла бы быть владелицей ресторана, как Эльет. Тогда я бы каждый день кормила толпы туристов и платила бы в два раза меньше налогов, чем любой мужчина. Или я могла бы быть женой Даниэля, местного пожарного, который каждый день спасал бы людей, змей, енотов, ленивцев, словом, всех жителей Коста-Рики. Но больше всего мне бы хотелось появиться на свет в состоятельной семье Розы и Герьерда. Ведь тогда я бы наверняка родилась в частном госпитале. Угадайте, где самое лучшее медицинское обслуживание в Латинской Америке? Ну, давайте. Сейчас сидите на своих диванах. А? Что? Бразилия, Аргентина? Что? Что? Нет. Конечно. Коста-Рика. Уровень нашего госпиталя такой, что к нам приезжают и прилетают практически изо всех соседних стран. Причем не только рожать. Мы еще делаем сложные операции для младенцев. Обычные роды в частной клинике обойдутся пациентке примерно в 2000 долларов. Это включая питание и один день пребывания в палате. Лично я выбрала частную больницу, потому что здесь можно рожать у того же доктора, у которого наблюдался, и заранее спланировать роды. То есть, если ты хочешь кесарево или анестезию. В государственной же все решается по ходу дела. Тем не менее, уровень медицины в государственных больницах здесь тоже на очень высоком уровне. Коста-Рика – одна из лучших среди стран Латинской Америки по качеству медицинских услуг и их доступности. Ведь у каждого костариканца есть государственная страховка. А значит, и все обслеживание для него бесплатно. Стоимость государственной страховки в среднем 40-50 долларов в месяц. В зависимости от зарплаты. Она покрывает абсолютно все. И осмотры, и анализы, и операции, и, конечно, роды. А когда маленький костариканец подрастает, то детский сад для него тоже будет бесплатным. Причем подрастиму достаточно всего до трех месяцев. Да, мы принимаем детей уже с трех месяцев. Ну, а как иначе? Ведь многим мамам уже надо выходить на работу. А у нас они могут оставлять малыша с шести утра и до шести вечера. А если на вторую смену, то и до десяти вечера. Потрясающий детский сад. Я же видела уже много детских садов, правильно? Тут, смотрите, просторная комната. Выход у каждой группы на улицу, на площадку. Свой санузел прямо в группе. Тут же Каримата. Прекрасный государственный садик. Даже, я не знаю, как частный, наверное. Но есть один нюанс. Если у родителей ребенка есть деньги, этот ребенок в этот детский сад никогда не попадет. В государственный детский сад в Коста-Рике берут только тех детей, родители которых не могут себе позволить оплатить частный. Страна у нас хорошая, но не очень богатая. Людей с низким достатком довольно много, поэтому даже несмотря на то, что детских садов у нас больше шестисот, их с натяжкой хватает на всех, кто за ребенка платить не может. Но, независимо от того, частный сад или государственный, везде обязательно есть столовая, и везде рацион разрабатывают профессиональные диетологи, основываясь на национальной кухне страны. Вот, правда, сама кухня не пестрит разнообразием. Вот у детей на обед сегодня рис, фасоль и салат из капусты. Я в детском саду обожала картошку и жареную курочку, а дети тут обожают рис и фасоль. Ну, вот сейчас мой друг, по-моему, забыл, что надо есть. Ешь, 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 я тебе говорю. Давай ешь, я тебе говорю, сейчас, давайте, воспитательница придет быстрее, сейчас получше. Давай, открывай рот. Молодец, о, зверюга! Национальное блюдо Коста-Рики называется касада. Его основа всегда одинаковая. Это рис с фасолью. Остальные же ингредиенты меняются в зависимости от того, что есть под рукой. Это может быть любое мясо или рыба, любые овощи или зелень. Словом, касада всегда одинаковая, но одновременно и разная. Причем каждый учебный день в школе здесь действительно начинается со столовой. Об этом мне рассказал Филипп, который согласился быть моим личным экскурсоводом. В школу я прихожу к 7 утра, мою руки, а потом иду завтракать в столовую. Ой, столовая идет. А ты любишь вообще в столовую ходить? Люблю. Нам здесь дают картофельное пюре, фрукты, ну и, конечно, касада. В школу у нас идут с 6 лет и учатся до 17. Образование, само собой, бесплатное. В том числе и питание. А учиться-то когда-то начнете? То есть поел? После этого хоть в класс уже идете учиться? Ну, какое-то время еще играем, а потом звенит колокольчик. Это значит, что пора на урок. Чтобы вовремя прийти в школу, Филиппу приходится просыпаться в 5 утра. Но чтобы при этом еще и получать хорошие оценки, надо много работать самостоятельно. Скажи мне, для того, чтобы быть умным, хорошим мальчиком и получать хорошие оценки, вот на твой взгляд, что для этого надо? Я каждый день, когда прихожу из школы, сразу сажусь за уроки и делаю их до самой ночи. Иначе не быть мне отличником. Почему? Почему ты это делаешь? Почему ты не хочешь пойти поиграть, побегать? Потому что у нас постоянно то карантин, то каникулы, то забастовка. А учиться когда? Непонятно. Школьные учителя у нас и правда часто бастуют. Но что поделаешь, если иначе к нашим властям не достучаться? Я понимаю, что школьникам все пропуски потом приходится подтягивать самостоятельно. Но если бы забастовок не было, школы, наверное, вообще бы финансировать перестали. Денег на школы постоянно не хватает, а зарплаты у учителей небольшие. Не так просто прожить на 2000 долларов в месяц, если килограмм говядины стоит 10. Большинство родителей, кстати, это понимает, поэтому принимают сторону учителей. После окончания школы многие костариканцы сразу идут работать. Естественно, без высшего образования здесь, как и везде, можно устроиться на какую-то простую работу. Однако, чтобы быть, например, почтальоном, надо иметь как минимум образование среднее, специальное. Так получилось, потому что почтальон здесь не самая простая профессия. Когда вас приглашают куда-то в гости или куда-то вам нужно пойти, как вы это делаете? Смотрите на адрес улицы, номер дома, вызываете такси или садитесь на машину и едете, правильно? Что тут несложного, скажете вы? А в Коста-Рике все по-другому. Здесь нет ни названий улиц, ни номеров домов. Все ориентируются просто по каким-то узнаваемым местам поблизости. Например, вам нужно пойти в гости к Хосе, ну, предположим, да? И вот его адрес. Большое зеленое лиственное дерево, от которого нужно пройти на запад 50 метров. И после этого повернуть направо, пройти на восток еще 5 шагов назад, тихо, на пальцах. И все, вы будете по адресу. Вот о чем песня Меладзе. Ну, вы теперь поняли. Проще говоря, если бы вы жили в Коста-Рике, ваш адрес был бы не город Сан-Хосе, проспект Христофора Колумба, 14, квартира 92, а город Сан-Хосе, 15 метров на юг от Сухой Пальмы, 10 шагов на восток, следующая дверь за магазином Мир Гуакамоле. Мы, почтальоны, в принципе, уже знаем, где и что находится, где и кто живет. Но даже при этом постоянно ошибаемся. А таксистам или курьерам с других городов приходится еще хуже. Потому что зачастую люди не могут нормально объяснить, где живут. Мы работаем только по своему району, где все знаем, но даже нам иногда приходится останавливаться и спрашивать у людей, стучаться к соседям и уточнять, где же те синие ворота, которым нас вызвали. Слушай, ничего не понимаю тут. Короче, тут везде деревья какие-то. Ола! А не знаете, где большое лиственное дерево? За третьим поворотом возле красного ресторана. Ну, хорошо. Грациес. Грациес, грациес. О, слушай, мне кажется, что город называется а-ля Фортуна. Фортуна мне сегодня улыбнулась, и дерево я таки нашла. Вот, большое дерево, все же понятно, ориентир нормальный. То есть первый этап пройден. Второй этап. Самый главный. Надо пойти на запад 50 метров. Внимание, вопрос, господа. Я не знаю, что делать, и где запад. Нам, жителям этого города, повезло, ведь из любой точки виден вулкан. А он всегда на востоке. Поэтому каждый местный легко найдет все стороны света. 45, 46, 47, 48, 49, 50. А, ну так вот. Зеленый дом, белый гараж. Все элементарно. Господи, дерево, запад. Но что не ясно? И вы наверняка думаете, что это только народная привычка, и что в официальных документах-то все иначе. Спешу вас разочаровать. Вот, чтобы вы не думали, что я обманываю. Вот реальное письмо у почтальона попросила. Написан адрес 400 метров на восток от школы в городе Ла Фортуна. Оранжевый дом. Что непонятно. 400 метров на восток от школы. Осталось найти школу. Мама Мия, чтоб я так жила. Поэтому работа почтальона здесь – дело непростое. Однако оплачивается она не очень щедро. В месяц местный почтальон получает всего 600 долларов. При средней зарплате в Коста-Рике – 750. Зарплаты у костариканцев небольшие, но особенно никто не расстраивается. Народ у нас в любой ситуации мыслит позитивно и улыбается. Многие туристы думают, что местные ленивые. Но на самом деле здесь работают абсолютно все. Просто мы никуда не спешим. Так жить легче и для нервов полезнее. По многим опросам костариканцы являются самыми счастливыми людьми в мире. Вы представляете? Вот это наглость. И океан есть, и фрукты есть. Они еще и самые счастливые. Главный лоссон Коста-Рики – «пура вида», что в переводе означает «чистая жизнь». И это не просто реклама. Коста-риканцы действительно ему следуют и не напрягаются по мелочам. Но самое интересное, что это работает. В разных рейтингах, которые измеряют, насколько счастливо живут люди в той или иной стране, Коста-Рика то и дело занимает первые места. А как здесь не наслаждаться жизнью? Погода у нас всегда хорошая. Пляжи на двух океанах, фрукты круглый год. И просто море природных парков. Вы представляете? Четверть всей территории страны занимают национальные парки и заповедники. Причем парк – это совсем не то, что себе под этим словом представляет житель любого большого города. Природными парками считаются первобытные леса и джунгли, где нет никаких населенных пунктов, дорог и коммуникаций. Это исключительно территория животных. В национальных парках строго запрещена любая человеческая деятельность. Не говоря уже о вредительстве. Например, любая охота на территории Коста-Рики запрещена законом и автоматически приравнивается к браконьерству. Наказание за это – до 5000 долларов штрафа и несколько лет тюрьмы. Защита окружающей среды – это главное направление политики нашей страны. Это движение началось еще в прошлом веке, когда мы полностью упразднили армию, а ее бюджет направили на медицину, образование и экологию. Вы меня извините, но сейчас мне хочется еще раз все повторить, чтобы осознать всю глубину этой счастливой жизни. То есть в этой стране вообще нет армии. Местные решили, что она им не нужна. А деньги на нее можно потратить на что-то более важное. При этом четверть всей площади Коста-Рики – это исключительно территория животных. Все знают такое слово «зоопарк». Да, ну что, слово и слово. Так вот, в Коста-Рике это слово ругательное, и просит его вслух вообще не произносить. Вот так. Зоопарки здесь строго запрещены законом. Если же вы где-то и увидите животное в вольере, это значит, что оно либо по какой-то причине не может жить в дикой природе, либо проходит реабилитацию. За последние десятилетия для диких животных у нас открылось еще и несколько реабилитационных центров, где мы их лечим от разных болезней, спасаем от браконьерства или принимаем малышей, если они потерялись. Ой, слушай, какой прям котеночек, да? Это кто, леопардик маленький? Ой, как прыг! Прыг! Хороший котенок! Сколько ему? Ему всего несколько месяцев, и это оцелот. Чуть меньше леопарда, но тоже хищник. Мы забрали его у людей, а не держали его дома. То есть люди вдержат в домах таких животных? Да, но большинство делает это не специально. Нашли в лесу маленького милого котенка и принесли домой. Но когда он вырастает, то превращается в настоящее дикое животное. Чаще всего к нам попадают животные именно так. Люди видят в лесу малыша, думают, что он потерялся и забирают. А на самом деле мама где-то рядом. По законам Коста-Рики, держать дома животных, которые могут жить в дикой природе, запрещено. Но, к сожалению, есть еще люди, которые эти законы нарушают. Но он здоров? С ним все хорошо? Нет, к сожалению. Его кормили коровьим молоком, а в нем недостаточно кальция. Поэтому кости у малыша стали слишком хрупкие. Передние лапы нам удалось спасти. Но в задних у него теперь металлические спицы. То есть вы туда вставили в протезину? Почти. Там специальные стальные спицы, которые поддерживают его кости. Только за прошлый год мы помогли трем тысячам диких животных. Мы делаем сложные операции, проводим реабилитацию, создаем протезы. Например, одному тукану браконьеры отрубили клюв. Так мы всей Коста-Рикой придумывали, как сделать ему искусственной. То есть он будет всю жизнь жить в этой клетке? Мы сделаем все необходимое, чтобы он смог вернуться в дикую природу. Но зачастую животные слишком привыкают к людям и отдельно жить уже не могут. Уверена, каждый сейчас задумался о том, что дикие животные – это хорошо. Но в то же время и опасно. Так оно и есть. На крошечной территории Коста-Рики обитает 5% всей живности планеты. Среди них и крокодилы, и ядовитые змеи, и насекомые, которые при случае могут к людям в гости заглянуть. Ой, вот так вот счастливый Коста-Риканец спит себе, спит так. Никого не трогает, Господи. Спокойно себе похрапывает в своей кровати. Поворачивает голову направо. Возле него крокодил, или змея, или енот какой-то несчастный, понимаешь? Вот что бы вы делали? Что? А вот Коста-Риканец вызовет пожарного, он его спасет. А вы так и будете мучиться всю жизнь со своими крокодилами. Как мой муж. Да, пожарные у нас не только тушат пожары, но и отвечают за вылов диких и опасных животных. Если к вам в дом, не дай бог, залез паук или ядовитая лягушка, а может, питон пригрелся под капотом автомобиля, звоните пожарным. Подобные вызовы к нам поступают практически каждый день. Но основные нарушители – это еноты-ленивцы, которые ищут, чем полакомиться в мусорных баках. Наша задача – их поймать и вернуть обратно в естественную среду обитания или отправить в реабилитационный центр. Начинающий пожарный в Коста-Рике зарабатывает тысячу долларов в месяц. При этом он может не водить машину и не иметь дела ни с такими дикими животными. А вот если ты хочешь зарабатывать уже больше, чем две с половиной тысячи долларов, то, пожалуйста, тот и должен каждый день работать со змеями. Ну, наверное, доплачивают за моральный ущерб. Мне вот интересно, моему режиссеру доплачивают за моральный ущерб? Сейчас узнаю. Кстати, Дима! Дим! Все дело в квалификации. Новички, у которых мало опыта, работают в основном на станции, посещают разные курсы по правильному обращению с животными. Ну и с огнем, конечно. А когда они уже накопят достаточно знаний, тогда и поедут на свой первый вызов ловить пожар и тушить питона. Ну, или наоборот. На самом деле таких случаев, чтобы змея залезла в дом или крокодил в бассейн, практически не бывает. У меня лично ни разу в жизни не случалось. Животные, они ведь так же боятся людей, как и мы их. Но в новостях я иногда вижу подобные сюжеты. При этом нельзя сказать, что дома местных как-то оборудованы специальными средствами защиты или чем-то подобным. Скорее наоборот. Двери здесь нараспашку, окна открыты. Заходи, дорогой енот, бери, что хочешь. Мне всегда очень интересно заходить в гости к местным жителям и смотреть, как они живут, как устроен их быт. Вот я пришла, видите, в дом к моим знакомым. В этом доме живет муж и жена. Он работает в типографии, а она швея. Вот как они живут, сейчас мы это и узнаем. Где-то только вход не могу понять, сейчас найду. Живем мы с мужем небогато, поэтому дом строили сами, да и строили его небольшим. Немного дотациями помогло государство, остальное заработали сами. Так и живем здесь уже 20 лет с небольшим. Как видите, даже бедная по местным меркам семья может себе позволить вполне достойное жилье. Ну, вполне себе обычный дом, ни большой, ни маленький. Площади у нас немного, меньше 100 квадратных метров. За все коммунальные платим примерно 70-80 долларов в месяц. А убираю, готовлю и смотрю за остальным хозяйством я сама. Местные хозяйки на самом деле очень любят готовить и много времени проводят именно на кухне. Вот видите, мы пришли в дом к хозяйке, где явно на кухне жизнь кипит. Тут у нас уже готовый пирог и дрова, потому что вот печка, вот видишь, покажи, видишь, она прямо тут на огне. Туда вот дрова забрасываются и все. Тут уже, видишь, кипит жизнь в кастрюлях. В общем, и вот это все кухня, видите, вот так она готовит, готовит, тут вот уже и стол обеденный. Красота. И дальше мы идем по маленькому коридорчику, где у нас опять начинается кухня, раковина, посуда, холодильник. И тут мы заходим в комнату и кухня продолжается. Ребят, вот это да, я такого еще не видела. И, в принципе, вот это вот большая комната, спальня, туалет и все, и дом закончился. И такой запах такой вот домашний, знаешь, как будто все время пироги, пироги. Ой, как у бабушки. И в какой бы дом в Коста-Рике вы не зашли, здесь вас рады видеть так же, как у бабушки. Гостей тут встречают все с той же счастливой улыбкой, которая, кстати, у большинства местных не хуже, чем у голливудской звезды первого эшелона. Конечно, я чищу зубы постоянно. Это для меня обязательно, как руки помыть. Если я перед сном забыла почистить зубы, то среди ночи могу проснуться и пойти в ванную за щеткой. Ну, а если у человека плохие зубы от природы, ничего страшного, ведь их лечение в Коста-Рике бесплатно, так как включено в государственную страховку. Фактически все услуги стоматолога у нас доступны для всех граждан. Но даже если у человека по какой-то причине нет страховки, то он вполне может себе позволить оплатить лечение. Для сравнения, цены у нас на 60% ниже, чем в тех же США. А качество не хуже. Тема стандартов красоты в Коста-Рике оказалась отдельной и интересной историей. Чтобы об этом поговорить, я зашла на кофе Кельет. Она женщина молодая, прогрессивная, а главное, красивая. Ты вообще-то такая красивая женщина, я тебе хочу сказать, что ты как будто бы не настоящая. Ой, спасибочки, и взаимно. Ну я тоже, да, ничего, конечно. Ты как-то вот ухаживаешь за собой, вообще как вот женщины за собой ухаживают? Конечно, я за собой ухаживаю. Но кроме очевидных вещей типа разных процедур и косметики, есть и другие. Например, я и большинство местных женщин работают в поле. Мы ведь привыкли выращивать себе еду самостоятельно. А это значит, что все ведут активный образ жизни, что полезно для красоты. Ну а еще надо есть фасоль с рисом. А одной из главных причин костериканской красоты является наша вода. Ведь мы и пьем, и моемся водой просто из горных источников. У нас как горячая, так и холодная в кране только такая. Ну, мне сказали, что вот тут мужчина смотрит и восхищается женщиной в том случае, если она с формами. Понимаешь, что вот худая вот такая вот несчастная вот эта вот на диете, которая вечно сидящая, она не в цене у мужчин. Мужчины любят именно пышечек. Это правда или нет? Так и есть. Местные мужчины любят изгибы и выпуклости. У женщины должно быть что показать, и главное, за что взяться. В основном это, конечно, пятая точка. Попа, 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 главное. Конечно, значит, если особенно ничего нету, то ничем покрутить. О красоте у нас говорят так. Вся красота женщины, которая спереди, лицо, грудь и так далее, это только 5%. А остальные же 95. Ты увидишь, когда она повернется. А скажи, а скажи мне, а какие мужчины тут вот, не знаю, ценятся? Какие вот мужчины тут вот красавцы? Ай-яй-яй! Конечно же, он должен хорошо к женщине относиться. Но и быть красивым. Торс, сильные руки, бицепсы. Ну и опять же, попа. Тоже попа? Ну что ж такое? У них у всех попа, это самое главное. А у... Эля, где у... Объясни мне, у женщин, у мужчин. Все в попу ушло. Нет, ну это само собой разумеется. А с мужчиной ведь еще и разговаривать хочется. Ну и чем умнее мужчина, тем он сексуальнее. Ну, Эль, я тебе хочу сказать честно, ты летаешь в облаках. Чтобы у мужчины была попа, ноги и еще при этом ум, такого не бывает. Надо выбирать или попа, или ум. Все, третьего не дано. Тут не поспоришь. Умной женщине нужен умный мужчина. А Эля, кстати, разбирается не только в попах и красоте. И она еще и бизнес-фумен. Она владеет довольно крупным рестораном, который уже много лет пользуется популярностью как у местных, так и у туристов. Бизнес в Коста-Рике – дело непростое. Но уверена, это как и везде. Есть конкуренты, есть постоянные проверки, надо платить налоги. Но спасибо, что для женщин есть скидки. По закону, для любого мелкого и среднего частного бизнеса, которым владеет женщина, налоговая ставка почти в два раза ниже, чем для того, которым владеет мужчина. Сейчас я плачу 13% налогов. Но если бы я была мужчиной, то платила бы 23%. Или если бы у меня был не один ресторан, а большая сеть. Причем только налогами такие джентльменские законы не ограничиваются. Существует даже женский кредит. Для женщин-бизнесменов есть отдельный вид кредитов. И если в банк придет мужчина, то ему выдадут кредит под 15%. Нам же, женщинам, под 7,5 и на более длительный срок. Но, как рассказали мне местные, несмотря на помощь государства, в последнее время с бизнесом все равно стало непросто. Имеется в виду времена пандемии. Ведь основная прибыль Коста-Рики – это туризм. А сейчас, сами понимаете, иностранный турист на любом курорте – редкий, как краснокнижное животное. За прошедший год много бизнесменов обанкротились. А значит, и тысячи людей остались без работы. Но кто-то сидит и ждет, когда все наладится, а кто-то не опускает рук и ищет решение. Если ты потеряла работу, остался без денег, у тебя шок, делай как костариканец. Не расстраивайся и начинай продавать бабочек. Вы наверняка спросите, а зачем? Как на этом зарабатывать? Но, оказывается, бабочки – товар хоть эксклюзивный, но очень востребованный. Поэтому местный народ, простые люди, которые потеряли работу, начали выращивать их просто у себя на участках и продавать. Конечно, есть и полноценные хозяйства, настоящие фермы по выращиванию этих насекомых. Мы продаем их по всему миру. Кто покупают для личной коллекции, кто для зоопарка, кто для опыления растений. Стоимость разная в зависимости от вида и количества. Но примерно одна куколка стоит от одного до пяти долларов. Зарабатывают на этом, как видите, хорошо. Вообще, престижными профессиями в Коста-Рике считаются те, что связаны с экологией, природой или защитой окружающей среды. Я убедилась в этом сама, когда пришла в гости к семейной паре биологов и увидела их дом. Посмотрите вы, как живут обычные биологи в Коста-Рике. У вас потрясающая территория. С ума сойти. А где ваш дом? Вот это или вот этот? Нет, наш сзади. В том живет мама, там брат с женой, а рядом спортзал. Все равно, я смотрю, у вас так все тут ухоженные, деревья подстрижены. Этим же тоже, наверное, кто-то занимается, да? Само собой, у нас есть охранник, он же садовник, который два раза в неделю косит траву и ухаживает за растениями. Вся наша территория – это 10 тысяч квадратных метров. Несколько домов, парк, лужайка. За всем этим надо следить и содержать. Однако коммунальные в Коста-Рике не такие уж и большие. За все про все мы платим 120 долларов в месяц. Кроме спортзала, стены для скалолазания, дома для мамы и брата, здесь есть еще и отдельные домики для прислуги. Несколько человек в них живут. Причем только одна горничная зарабатывает 500 долларов в месяц. Подожди, вот тут у вас мусорные баки, да? И их, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. То есть вы сортируете мусор на семь разных отделов? На самом деле на пять. Просто контейнеров больше, чем надо. Ведь мы на улице мусор подбираем, если он просто на дороге валяется, и несем домой. Какие мусорные. Это все такие сознательные люди в Коста-Рике или только вот несколько вас? Хотелось бы, чтобы были все, но увы. Откуда-то ведь этот мусор на улицах берется. За выброс мусора в неположенном месте по законам Коста-Рики накладывается штраф до двух тысяч долларов. Но на деле, конечно, полиции это не всегда получается отследить. Так, значит, вот это ваш уже как бы, ну, такой зал, да? Ой, как красиво! А когда дети ваши были маленькие, вот вы тут жили, как они в школу добирались? Вы их возили или автобус приезжал, или пешком дети водят? Я их возила, но они ходили в школу в Сан-Хосе, в столице. А туда два часа езды на авто. Поэтому приходилось вставать в 4 утра, чтобы к 7 быть в школе. В 4 утра. Господи, господи, господи. А во сколько же они ложились спать? В 8 вечера. С ума сойти, вот это, вот это, вот это да. Я еле-еле встаю в 6 в 7 и плачу. Понимаю, что жизнь несправедлива. Зато они получили достойное образование и поступили в хороший университет. Так что никто ни о чем не жалеет. Если вы хотите поехать в Коста-Рику, но не знаете, как спланировать поездку, чтобы успеть все посмотреть, обращайтесь в компанию «Архитектура и строительство Элит». Здесь вам организуют любой тур, как индивидуальный, так и для ВИП-клиентов. Но если ваша голубая мечта свой дом в Коста-Рике, компания «Архитектура и строительство Элит» подберет для вас виллу или земельный участок, разработает архитектурный проект и поможет оформить разрешение на строительство. Подробная информация на сайте. Хорошим университетом в Коста-Рике считается государственный. Он здесь один, но каждый абитуриент мечтает поступить именно в него. Мечтает, потому что в нем самое лучшее качество образования. Но стать студентом государственного вуза очень-очень непросто, даже если ты умный. У нас ведь как? Сдал вступительные экзамены в университет? Отлично! Хорошо! Ура! Радуешься! Поступил! А в Коста-Рике как? Сдал хорошо экзамены и не поступил? Почему вы спрашиваете? Потому! Вступительная комиссия всегда смотрит на то, откуда приехал абитуриент, и всегда предпочитает людей из провинции. Скажем, если человек из столицы сдал вступительные экзамены даже немного лучше, чем кто-то приезжий, а место всего одно, университет возьмет последнего. Если обучение в государственном вузе стоит 280 долларов в год, то в частном – полторы тысячи. А люди в столице зарабатывают больше, поэтому у них больше возможностей платить, чем у народа из провинции. Вот оно, как все устроено в Коста-Рике. Бесплатные детские сады здесь для бедных, медицина бесплатная для всех нуждающихся, а университеты для людей из провинции. Но поступить – это еще полдела. Учиться здесь тоже очень непросто. Правила жесткие, а преподаватели строгие. Я думаю, что вы слышали истории, когда студенты могли списать курсовую, диплом. Ну, правда, ведь бывает же такое. Так вот, в Коста-Рике ни один студент не может даже подумать о том, чтобы списать курсовую или диплом. Плагиат запрещен, потому что если его за этим делом поймают, его отчислят однозначно. И он больше никогда, никогда в жизни не сможет восстановиться и продолжить обучение в университете. Вот это я понимаю. Списал? Пошел вон. Чтобы получить степень бакалавра, в местном вузе надо отучиться 4 года. А вот с поиском новой работы после выпуска бывают сложности. Но это уже у всех по-разному. Я учусь на факультете международных отношений, и мне устроиться на работу будет очень непросто. Вот если бы я была ветеринаром, геологом или сейсмологом, было бы куда проще. Но мне это неинтересно. Как я уже говорила, все профессии, которые связаны с флорой и фауной, здесь очень востребованы. Но вы логично спросите, а почему сейсмолог? А я отвечу, дело в том, что... В Коста-Рике, представляете, в месяц происходит тысячу землетрясений. Я была в шоке. Но слава богу, что только 15 из них человек чувствует. Представляете, то есть полмесяца тебя трясет. Наша страна находится на стыке двухплата, которые постоянно сталкиваются друг с другом. От этого и происходят мелкие толчки каждый день. Но примерно раз в 50 лет бывают сильные землетрясения. По нашим прогнозам, следующее будет через 3-4 года. В землетрясениях нет ничего страшного. Главное быть к ним готовым. А у нас ведь уже в детском саду проходят учебные тревоги. Потом в школе, университете. В любом офисе то же самое. Бывает, даже эвакуируют целые города просто для обучения. Поэтому я не знаю костариканца, который бы этого боялся. Но подождите удивляться, даже это еще не все. В Коста-Рике насчитывается 9 активных вулканов. Пока они относительно спокойны. Но один из них еще в 2009-м выбрасывал лаву. А когда это опять произойдет, предсказать невозможно. Такое может случиться в любой момент. Такое впечатление, что здесь все что угодно может случиться когда угодно. Но вот именно сейчас, когда вы уже знаете про землетрясения, вулканы, змей, крокодилов и прочие опасности, пришло время рассказать самый неожиданный факт о Коста-Рике. Эта страна входит в мировые лидеры по количеству людей-долгожителей. Долгожителями считаются люди, возраст которых больше 90 лет. Но у нас живет очень много людей, которым больше 100. В некоторых районах средняя цифра 30 человек на 100 тысяч жителей. Что выше, чем, например, в благополучных странах Европы. Секреты Костриканского долголетия я решила узнать у Донны Гортензии. Она вдова. Живет с детьми и внуками, и правнуками. Не так давно она отметила 105-й день рождения. Но легко нашла силы, чтобы принять гостей и поговорить. Донна Гортензия, что вы сегодня делали? Сегодня я только позавтракать успела. А что вы любите на завтрак? Всю жизнь, каждое утро у меня начинается одинаково. Душ, горячий кофе и зеленые бананы. Зеленые бананы? Ну вот с кофе я знакома, а с бананами зелеными нет. Зря это очень полезно. Чтобы здоровье было крепкое, надо немного. Умываться с мылом, пить чистую воду и правильно питаться. Обязательно есть рис с фасолью каждый день. И тогда от природы будешь завидной невестой. И не надо делать никакие уколы или операции, как сейчас модно. Ой, да, это правда. Сейчас, знаешь, и колят вот эти все, и делают. Это очень вредно, да. А вы замуж больше не хотели никогда? Нет, больше не хотела. Да и возраст уже не тот. Я знаю одного мужчину, который тут живет, ему 120 лет. И он хочет еще, кстати, жениться. Я его тоже знаю. Он сумасшедший просто. Всех подряд замуж зовет. Нет, ну я бы, наверное, пошла замуж. Но только если мужик красивый, богатый и знаменитый. А так, смысл. Современный подход, можно так сказать. Современная женщина абсолютно. При том, что в Коста-Рике средняя продолжительность жизни 80 лет, на пенсию здесь выходит в 63 женщины и в 65 мужчины. Минимальные выплаты при этом 150 долларов в месяц. Но если человек всю жизнь работал на хорошей должности, то может получить и 2,5. Кроме пенсионных выплат для долгожителей, существует еще и отдельная помощь от государства. Это разные льготы, а также медицинская помощь на дому, если такая необходима. Донна Гартентья, а вы помните, что было 80-90 лет назад? Вот вы помните свое детство? Я прекрасно помню свое детство. Мы жили у самого океана, просыпались на рассвете и вместе с соседскими детьми босиком бежали по пляжу к старой лодке. Хватали весла и по очереди гребли на крошечный необитаемый островок, поросший джунглями. Там весь день купались, играли и рыбачили. А на закате возвращались обратно и уставшие разбредались по домам. Эх, детство. Чем старше становишься, тем больше ценишь детство. А вы боитесь смерти? Нет, я думаю, что это просто следующий этап. Да, пусть я здесь оставлю детей и внуков, но зато там я снова встречу маму и всех своих братьев. Ой, ну дай бог, чтобы вы прожили еще сто лет. Спасибо, но столько я уже не хочу. Знаете, я уже давно сбилась за счету, в скольких странах я была. Я знакомилась и общалась с тысячами самых разных людей в самых отдаленных уголках планеты. Но вот только сейчас, на десятый год путешествий, я наконец-то могу сказать, что стопроцентное счастье есть. И живет оно в Коста-Рике. В Коста-Рике Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какой удивительной и экзотической может быть жизнь Но главное, чтобы длилась она не меньше 100 лет Как наша жизнь, так и жизнь других Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok